Война Алой и Белой Розы. В Блэк Дезерт грядет новое крупномасштабное сражение 300 на 300. Кама Сильвия или Адолита, на чьей стороне ты будешь сражаться? Давай посмотрим, что может предложить этот новый режим ПВП игры. Война Роз проходит каждые две недели по воскресеньям. Каждая сторона представлена 100 членами гильдии лидеров, которые выбираются из гильдий или альянсов, подающих заявки за отдельное событие. Им нужно будет выполнить требования, заключающиеся в том, чтобы одержать хотя бы одну победу за последние две недели в войне узлов четвертого или пятого уровня или войне завоеваний. Остальные 200 членов каждой фракции будут представлены третьим легионом, который состоит из 200 случайно выбранных авантюристов, которые зарегистрируются и выполняют требования к экипировке, суммарный балл которой составляет 680. Лидер гильдии назначит капитана или сам станет капитаном. Это позволит им взять под контроль тактическую карту и получить доступ к эксклюзивным навыкам. У каждой фракции есть по одному капитану, Камасильвия и Адолита. Отряды третьего легиона могут отдавать приказы о передвижении и выполнять различные миссии. Члены третьего легиона, выполнившие эти миссии, получат награды. Назначенная миссия также может быть скорректирована после ее отмены или завершения. Капитан может формировать отряды, состоящие из лидеров гильдии и искателей приключений из третьего легиона. Как только начнется война Алой и Белой Розы, можно будет редактировать отряд во время битвы, но вы не сможете изменить авантюристов, которые уже назначены в отряд, на неназначенную. Гильдия лидеров может назначить трех лейтенантов. Эти лейтенанты также могут отдавать приказы о передвижении и выполнять различные миссии. Действие войны Алой и Белой Розы разворачивается на поле битвы, которая включает в себя два королевства, Камасильвию и Адолиту. Когда начнется война Алой и Белой Розы, участники, находящиеся в пределах этой области, будут случайным образом перемещены в три разных места в пределах замка своей фракции. В определенных местах, как в Орнете, так и в замке Адор, есть хранители конюшен и управляющие причалами. Ты также можешь воспользоваться услугами хранителя конюшен и управляющего причалами в Старом Древе Мудрости и Порту Звездной Полуночи. Если участник умирает, он может воскреснуть, выбрав место на тактической карте. У вас будет два варианта, быстрое воскрешение или обычное воскрешение. Всего здесь 20 святилищ. В захваченных святилищах будут находиться монстры-хранители. После того, как начнется война Алой и Белой Розы, в каждом святилище появятся реликвии нейтрального типа, которые ты сможешь уничтожить. Ты должен занять святилище по порядку, начиная с ближайшего святилища, связанного с замком твоей фракции. Чтобы взять под контроль святилище, которое в данный момент занято врагом, ты должен сначала победить вражеского монстра. Как только ты победишь вражеского монстра, появится дружественный монстр-хранитель из твоей фракции. Захват святилища даст вашей стороне различные пассивные усиления. Их можно увидеть на тактической карте. И последнее, но не менее важное. У нас есть Алтарь Духа. Чтобы занять этот алтарь, тебе нужно наполнить монстра-хранителя определенным количеством ярости Черного Духа. Занимая Алтарь Духа, вы сможете призывать древние колесницы, слонов, баллисты и пушки, которые дают мощный эффект, называемый защитой Духа. Пользуйся этим эффектом, пока можешь. Он очень поможет тебе в борьбе со стражниками замка противника. Когда ты занимаешь Алтарь Духа, тебе дается 20 минут ожидания для повторного захвата, а время восстановления можно посмотреть на тактической карте. В Войне Алой и Белой Розы появилась новая специальная карта — тактическая карта. Тактическая карта позволит вам проверить статус оккупации каждого святилища и оставшееся в нем здоровье. Командиры подразделений смогут видеть членов своего подразделения, в то время как военнослужащие каждой фракции, включая членов третьего легиона, смогут видеть только самих себя. Капитаны и лейтенанты будут максимально использовать карту, поскольку она отражает местоположение и точку зрения ваших союзников. Даже обнаруженные враги будут отображаться на карте. Вот шесть типов миссий, которые капитаны и лейтенанты могут делегировать третьему легиону. Атака святилища, защита святилища, поражение командира, защита командира, поражение врагов в 40 раз и активация изменения духов. Нельзя выполнять несколько миссий одновременно. Всего существует шесть навыков фракции «Война Алой и Белой Розы», и только капитаны могут использовать их во время войны Алой и Белой Розы. При улучшении зрения, поле зрения становится затемненным на 10 секунд. Объединенные силы мгновенно телепортируют выбранный взвод в намеченное святилище. Мощная атака — вызовите королевского грифона или калька рядом с указанным святилищем, чтобы временно нанести сильный урон по площади действия. Вызове «Огра» вызывает группу свирепых огров возле указанного святилища. Вызванные «Огры» исчезнут, когда страж целевого святилища будет повержен или по истечении определенного периода времени. Затемнение зрения закрывает поле зрения противника туманом на 30 секунд. Вражеский капитан может использовать улучшенное зрение, чтобы устранить эффект затемнения зрения. Обездвиживание стражей замораживает стража святилища и восстанавливает 20% его здоровья, что делает его недоступным для прицеливания примерно на одну минуту. В арсенале есть слоны, древние тролли, древние колесницы и баллисты, которые появляются на мосту перед замком Орнет-Одор для каждой фракции, а также пушки, появляющиеся на мосту перед замком Орнет-Одор для каждой фракции. Другие конкретные места. Оружие «Войны Рос» может быть использовано союзникам, независимо от ранга или принадлежности к гильдии лидера. Или третий легион. Условия твоей победы просты. Победи командира противоборствующей группировки, командира Норин из замка Орнет и командира Сефира из замка Одор. Если двухчасовой таймер истечет, оставшееся здоровье командира определит победителя. На этом наш обзор заканчивается. Мы надеемся, что это помогло, и с нетерпением ждем встречи с тобой в крупномасштабном сражении. Удачи тебе на этом поприще! Субтитры подогнал «Симон»!